Друзья, привет! Наверное, все устали за праздники от салатов с майонезом, поэтому сегодня я хочу предложить вам очень вкусный, сочный, хрустящий салат, который готовится за считанные минуты. Салат этот будет без майонеза. Поехали! Первую очередь берем бекон. У меня бекон сырокопченый. Бекон делим на 4 части пластинки. Вместо бекона можно использовать, например, консервированный тунец, и вкус у салата будет уже другой. Бекон перекладываем на сковороду. Сковороду ничем не смазываем. Жирка, которая выделится из бекона, будет вполне достаточно для того, чтобы его, так сказать, обжарить. Обжариваем с двух сторон, чтобы он немножко подрумянился. Когда немного подрумянился, переворачиваем на другую сторону, и со второй стороны тоже бекончик подрумяним. Когда бекон подзолотился, стал вот такого симпатичного цвета, перекладываем его на тарелочку. Без маслица. Пока бекон остывает, берем помидорки черри. Можете взять обычные томаты, если у вас нет черри, и порезать обычные томаты просто кубиком, только покрупнее. Помидорки черри режем пополам. Собираем салат. Берем любой салатный микс. Мне нравится, когда присутствует руккола, но сегодня ее нет в составе. Ну, ничего страшного, так тоже будет очень вкусно. Выкладываем салатный микс на блюдо. Сверху выкладываем хрустящие кусочки бекона. Распределяем хаотично. Далее помидорки черри. Можно, конечно же, выложить их каким-то специальным образом в виде венка, например, если у вас большое блюдо. Но я предпочитаю вот таким образом. Просто хаотично раскладываю по всей тарелке. Оливки. Они бывают с разными вкусами, но для этого салата идеально подходят оливки с лимоном. Обязательно поищите такие, получится очень вкусно. Они с такой легкой кислинкой. Моцарелла. Мини вот такие вот шарики в рассоле они. Можно их порезать пополам, а можно прям целиком. Тоже распределить по всей поверхности. Получится не только красиво, но еще и очень вкусно. А на приготовление этого салата я потратила 5 минут, не больше. Обжарили бекончик, все выложили на блюдо и остается только заправка. А заправка будет простейшая. Берем растительное масло и соевый соус. Все это отправляем в миску. Сюда же добавляем зернистую горчицу. Немного. И все это тщательно-тщательно смешиваем. Можно добавить ваши любимые специи. Я добавляю просто паприку. И все это еще раз перемешаю до более-менее однородного состояния. Подготовленной заправкой поливаем салат. Распределяем ее по всей поверхности. Немного свежемолотого перца. Самую малость для аромата. В принципе, салат готов. Но еще для красоты, для вкуса можно полить его каким-нибудь бальзамическим топпингом на основе бальзамического уксуса. Вот так получается красиво прям по-ресторанному. Посмотрите, какую красоту мы с вами приготовили за считанные минуты. Салат ресторанного уровня, я бы сказала, обязательно его приготовьте в будни или даже к праздничному столу. Впереди Рождество. Обязательно приготовьте. Я уверена, что и вы, и ваши близкие оцените этот салат по достоинству. Он очень вкусный, очень хрустящий, очень сочный. Я всем желаю приятного аппетита, замечательного настроения. Поздравляю с наступающими праздниками. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok